Я сейчас иду на работу. На мне подводка, о которой я сегодня в видео расскажу. В те дни, когда я крашу глаза подводкой, такие как сегодня, воскресенье, я не крашу ресницы и даю им отдохнуть. Иначе они тогда совсем выпадут. Сегодня у меня очень такой ответственный день, потому что обычно я работаю в киоске, продаю журналы, напитки всякое. А сегодня я в кафе. И в качестве, как я не знаю, раздачи, раздачи тортиков и так далее, первый раз. Но это все не сложно. Единственное, что... Я переживаю, как я включу там все, воду и так далее. И как я потом закончу день. Вот о чем я переживаю. Единственное, что... Вот это моя... Это моя дорога на работу. Отцветают деревни. Я обожаю май за эту свежую зелень на деревьях. Очень красиво. Так свежо. В такие дни, как эти, я использую минимум косметики на моем лице. Потому что, собственно, перед клиентами мне все равно. Мне это не так важно, как я выгляжу. Но чтобы кожа отдохнула, потому что иногда я замечаю, что просто она задыхается от всех тональных кремов, от всего. Хоть я их разбавляю, все равно слишком много. Поэтому сейчас я чувствую себя немного голой. Кстати, про эту подводку. Я же ношу ее три дня. Сегодня третий будет. И я сегодня вечером сниму видео и покажу вам, как она сохранилась. Единственная подводка, которой я действительно довольна. Конечно, вот так она выглядит, если внести ее одним слоем. Для большей драматичности можно было бы сделать два слоя. Но днем, воскресенье, я не думаю, что это так необходимо. Добрый вечер, я уже дома. И сегодня я вам расскажу о подводке Maybelline Lasting Drama. 24 часа она должна вроде как держаться. Гелевый айлайнер. Гелевая подводка. И мне кажется, я нашла идеальную подводку для себя. Сами по себе у меня очень жирные веки. И поэтому многие мне просто не подходят. Я долго искала себе более-менее подходящую. И сначала я расскажу те, о которых у меня были, которые мне лично не подошли. Очень долгое время я использовала вот такую вот от Manhattan. Вот такую вот подводку. Наверное, вы ее все знаете. К сожалению, она мне не подходит, потому что к концу дня она у меня просто практически исчезает с глаз. Она как-то впитывается. И с одной стороны, во внутреннем веке, например, она есть, а посередине нету или во внешнем нету ее. То есть она как-то пятнами тогда у меня в конце дня. То есть вначале нормально, а потом не исчезает. И Manhattan вот такая вот подводка мне не подошла. Потом появились вот такие вот карандаши. Сейчас они также очень в моде, и многие их используют. Мне идея понравилась. Мне понравилось, как она у других девочек сидит на глазах, что она у них долго. Но так как я знаю особенности своих век, к сожалению, они мне тоже не подошли. То есть как не подошли? Первый карандаш, который я использовала, это от Maybelline New York. Мастер что-то. Здесь я не могу разобрать, что написано конкретно. Очень такая красивая кисточка. То есть кисточка, карандаш такой. Мягкая, мягкая она. Но продержался он у меня недолго. Через две недели использования он начал засыхать. Он начал засыхать и практически, ну не рисует. Знаете, как фломастер, который если забыть закрыть его, то он высыхает и больше не пишет. Вот такое произошло с ним, и он мне продержался две недели. То есть получается, если я хочу использовать вот такой карандаш, то мне нужно каждые 10 дней его покупать, чтобы он хорошо рисовал на глазах. И поэтому я решила отказаться от него. Мне это слишком дорого выходит. Потом я увидела, что кто-то из моих подружек пользуется от Essence таким же карандашом, только он двухсторонний, два в одном. С одной стороны тонкий, с другой стороны толстый. И я себе такой купила. Так он продержался еще меньше, чем Maybelline. Проблема та же самая. Он просто высыхает. Хотя я колпачки всегда закрываю, сразу попользовалась, закрыла. Все равно даже с колпачками они высыхают. И он, конечно, дешевый. Но все равно каждую неделю выбрасывать деньги я не могу. И поэтому, то есть в конце, если собрать всю сумму вместе, получается, что он достаточно дорогой. И мне лично он от Essence не подошел. И тут я долго не пользовалась подводкой. То есть я подводила глаза карандашом, растушевывала. Но я очень люблю подводку. То есть люблю такие драматические стрелки. И я начала искать. И я смотрела у разных фирм. Но у многих мне не понравился сам запах. У некоторых консистенция. И я увидела... То есть у многих марок можно посмотреть, можно открыть и посмотреть, что за консистенция. Я же купила на Абум. То есть не было пробника там. Коробочка вот такая была. Закрытая. И я подумала... В принципе, от Maybelline мне продукция нравится. Мне нравятся их помады. Понравился карандаш. Единственное, что он засох слишком быстро. Я считала, за такие деньги. Вот. И подумала, что можно попробовать его. И он мне обошелся чуть меньше, чем 7 евро. 6 с чем-то он стоил. И я попробовала первый раз. Он... Так, я его расскажу, что это вообще за... Расскажу, что там было в наборе. В набор входит вот такой вот маленький флакончик. Крышечка очень довольно-таки дешево выглядит. Как будто это крышка от сока какого-то. Вот здесь стеклянная. В принципе, она практически у всех вот такая железка стеклянная. Если открыть, можно увидеть, что продукта тут не так много. То есть, только вот эта вот маленькая часть. И я подумала, что за 7 евро недорого ли. Также в комплект вошла вот такая кисточка 2 в 1. С одной стороны, кисточка очень хорошая. Она упругая. Но сейчас она у меня грязная, к сожалению, потому что я использовала ее. Очень упругая. То есть, из моих наборов с кисточками такой кисточки не было. То есть, там были кисточки для поводки, но они мне не нравились. А вот это прямо она идеальная. И с другой стороны, аппликатор. Аппликатор тоже очень хороший, очень качественный аппликатор. То есть, получается, что сама баночка и кисточка вместе стоили 6 с чем-то. То ли 6,45, то ли 6,75. Я не помню точно цену. Вот. Наносится вот этой кисточкой очень хорошо подводка. Можно сделать очень тонкую линию. Можно сделать линию потолще. Можно совсем толстой делать. То есть, с кисточкой работать очень-очень удобно. Итак, эту подводку я тестировала 3 дня. Первый день я недолго ее проносила, потому что я сделала на выход. И была всего лишь 4 часа. Ходила с подводкой. Вчера я ходила в кино. Про кино отдельно скажу. Пару слов. И я пришла домой. Совершенно такой же макияж, как я вышла на улицу. Я пришла. Так же выглядела. Но я была где-то 6 часов. Вместе с этой подводкой. И сегодня я на работу накрасилась. Просто без всяких у меня не было ничего. То есть, с утра я проснулась, очистила лицо, нанесла крем. И потом, чуть позже, когда лицо все впитало, я нанесла подводку. Это единственная косметика. Бровь еще подкрасила. Так это была единственная косметика на моем лице сегодня. И сейчас я смотрю, практически, практически, подводка осталась такой же, какой она была утром, когда я ее нанесла. То есть, с моими жирными веками, на которых мало что держится. Я имею в виду подводку. Вот эта подводка прямо идеально. Идеально продержалась. Я очень-очень довольна. За три дня совсем чуть-чуть израсходовалась. И я так предполагаю, что то, как я пользуюсь подводкой, то, как она мне нравится, скорее всего, мне хватит ее на месяц, на полтора. Может быть, даже на два. Вот. И думаю, что я нашла для себя идеальную подводку. Вот. Это все, что я хотела рассказать вам о подводке. То есть, я рекомендую, если у кого-то такая же проблема, с жирными веками, то, мне кажется, это идеальный вариант. Что я хотела еще сказать об этой подводке, то, что, когда вы ее наносите, надо подождать буквально пару секунд. Она быстро высыхает. Можно нанести запросто второй слой. И потом, когда вы трогаете, прикасаетесь к пальцам. И даже сейчас, несмотря на то, что у меня веки сейчас жирные, то есть, если я вот тут потрогаю, у меня будет шип на пальцах, она не оставляет никаких отпечатков. То есть, она действительно держится очень хорошо. Как стирается подводка с глаз, я убираю ее чистящим молочком. И мне приходится действительно... Я прилагаю на несколько секунд, и потом протираю их. В принципе, тереть не надо очень сильно, хоть она и написана, что воду устойчива. Не знаю, я в ней пока не плакала. Ничего не могу сказать. Но убрать ее можно с глаз. То есть, не придется отдирать ее. О чем я еще хотела рассказать в этом видео, это о Мстителях. Я ходила на фильм вчера, и он шикарный. Если вы любите фантастику, то практически все фильмы от Marvel, они классные, они шикарные. Я смотрела всего Тора, я смотрела Железного Человека, все части, и смотрела Первых Мстителей. И я себе сказала, что на Второй я тоже должна пойти в кинотеатр. Я ходила на 3D с друзьями, и это было шикарно. Шикарный фильм, классно играют актеры. Очень-очень много смешных моментов было. И конец хороший. Там кое-кто умер, но не скажу кто. Но когда будет следующая история, обязательно пойду. Я рекомендую. Классный фильм. Да, это то, о чем я хотела вам рассказать. Хорошего вам вечера и до свидания.